Прямой, косой, красноглазый, горбатый, мапой. Мы все цитируем, это не наши эпитеты. Один только Брюлов совладал бы с такой задачей. Ни один из его портретов на него не похож. Нельзя было прийти на вечер и показать свои истинные чувства. Он был обижен на Лермонтова за то, что он его там так описал. Здравствуйте, мы сотрудницы Дома-музея Лермонтова. Это отдел Государственного музея истории российской литературы имени Даля. И сегодня в этом видео мы бы хотели обсудить мифы, связанные с Лермонтовым. И начнем мы, наверное, с самого распространенного, что Пушкин и Лермонтов были знакомы. Ну, в общем, это не так. Скажем так, нам точно неизвестно почти ничего. Есть, конечно, масса версий о том, что где-то они там могли видеться, что они жили неподалеку друг от друга. Мы в Москве и в Петербурге, кстати, на одни и те же постановки ходили. Но, кажется, если бы они встретились, Лермонтов об этом где-нибудь да написал бы. Мы встречаем одно единственное воспоминание, в котором говорится, что Пушкин читал Лермонтова, читал Хаджа Абрека. И сказал, что этот молодой человек далеко пойдет. В общем-то, на этом все, к сожалению. Да, ну и как будто бы понятно, почему вообще этот миф появился. Потому что, ну, есть какая-то такая тяга, да, их как-то рядышком посадить, как-то представить их взаимодействие. Ну и действительно, когда появляются какие-то факты, да, собственно, действительно, жили они через дорогу. Ну, потому что Пушкин с Гоголем видели же. Кажется, это тоже как-то совершенно невообразимо. А это было, причем, наверное... Да, и Лермонтов с Гоголем. Да. Вот тут мы и нашли пересечение. Ну, через одно рукопожатие, ладно. Да, есть, собственно, какое-то мнение, которое, наверное, основано на том, как Лермонтова представляют в школьной программе. Да, у него такое немножечко... Такое какое-то... Человек, который пошел вслед за Пушкину? Хотя я считала, что он считал, что он как раз перевернул страницу и начал новую эпоху в русской литературе, что он не хотел быть продолжателем, и это так субъективно. Но я скорее хотела немножко про другое сказать, что он такой немножечко небожитель, да, из-за того, что он... Ну, так его представляют. То есть в школе сложно себе представить, что этот человек существовал, и он совершенно такой какой-то бесформенный, светящийся какое-то нечто. И из-за этого, да, из-за какого-то слишком идеализированного образа, да, многим сложно поверить, что он, собственно, как и Пушкин, написал неприличные произведения, а это было. И это, в общем, как будто тоже такой очень у многих этап, какое-то, в общем, просто взросление. Надо сказать еще, что он вряд ли собирался отпубликовать. Вот, было много всего, что он даже не собирался печатать нигде, совершенно нигде, даже, по-моему, в военной школе они это не издавали, в своих там журналах. Все равно Лермонтов с обилием любовной лирики считается человеком, который бесконечно в себя влюблял и сам влюблялся. Кстати, Владимир Соловьев, который был религиозным философом, говорил, что, мол, Лермонтов не самый хороший поэт, потому что ему все время интересно о себе говорить. И даже в любовной лирике он интересуется не объектом любви, а с собой в этом чувстве. Факт обаятельности и какого-то к себе привлечения внимания, он еще всегда вызывает споры о том, было ли это комплексом, связанным со внешностью. Это, кстати, очень часто… Есть цитата какая-то об этом, что он, привыкший во всем быть первым, страдал из-за того, что его внешне не позволяло завоевывать женские сердца. Это не дословный цитат, но содержание я передаю. Ну, возможно. Но сразу стоит сказать, что он не был каким-нибудь совершенно квазимодом. Это не так. Да, это тоже один из мифов, что он был каким-то невероятным… Он кривой, косой, красноглазый, горбатый. Косолапый, да. Это мы все цитируем, это не наши эпитеты. Это цитируем воспоминания разных людей. Но, в частности, Сушкова об этом писала, в мемуарах она писала… По-моему, первая страница с этого начинается, что вот мальчик с красными глазами, косолапый, носил зону перчатки, неразборчиво в еде. Отсюда появилась эта история ее, что они с Александром Верещагиной и Лермонтовым накормили пирожками с опилками. Якобы он все съел и не заметил. Это тоже неправда. Про внешность существует много разных совершенно описаний, и они парадоксальны порой. Например, мы знаем, что есть письмо, которое он бабушке писал, и он пишет, что его разбил ревматизм, и он не мог двигаться самостоятельно. Его как будто бы выносили с того экипажа, на котором везли. И в упоминаниях его юнгерских лет пишется, что он гнул шампала, завязывал их в узел. А шампала – это стальные прутья для чистки оружия. То есть его костные ткани, суставы очень страдают от, видимо, рахита, которым он переболел в детстве, поэтому он небольшого роста, и, возможно, он косолапит. Но при этом он очень крепок физически. Об этом тоже есть воспоминание, что он негармонично сложен, но очень крепкий. Но описаний внешности много. Они, опять же, несколько противоречат друг другу. Есть более какие-то идеализированные изображения его. И они, кстати, если говорить про портреты, возникли уже после его смерти. То есть большая часть портретов, которые нам сегодня известны, портреты Лермонтова, они созданы после его гибели даже теми людьми, которые его никогда не видели. То есть в советское время появился портрет… Кто его написал? Суворов? Суворин? Помнишь такое? Лежит он. Да, очень известный. Он написан уже после. А прижизненные портреты все разные. И об этом, кстати, говорю не я сама, а его издатель Андрей Краевский. Он говорил, что ни один из его портретов на него не похож. И мы не знаем, на что нам ориентироваться. Потому что есть портрет Клюндера, есть портрет Детский, есть портрет Зболоцкого. Они действительно все разные. Его соученик, художник, кстати, что немаловажно, потому что кому говорить про внешность человека, как не художнику, меликов, вот он комментирует его внешность. Я никогда не в состоянии был бы написать портрет Лермонтова при виде неправильности вычертания его лица. И, по моему мнению, один только Брюлов совладал бы с такой задачей, так как он писал не портреты, а взгляды. Да, вот опять же такая заметка про сложное лицо, непростое. Но при этом кто-то считает, что он был невообразимым красавцем. Наверное, для этого сыграла роль публикация «Героя нашего времени», потому что читатели, современники стали его ассоциировать с Печориным и стали думать, что он описывал себя. Печорин такой невероятный 25-летний красавец. И сам Лермонтов даже потом написал ко второму изданию предисловие, в котором сказал, что сравнивать их не нужно. Но, тем не менее, до сих пор многие считают, что Печорин – это действительно отражение Лермонтова. Печорин списан с Лермонтова. Что Грушницкий – это… Мартынов. Мартынов. И что все, кто там вообще появляются, – это люди, окружавшие Лермонтов. Это частично, кстати, правда. Это миф, который можно подтвердить, потому что мы знаем, что мы точно знаем, что Вера – это Варвара Лопухина, что её муж – это, скорее всего, Николай Бахметьев, муж Варвары Лопухиной, что доктор Вернер – доктор Майер. Кстати, отрицательно относившиеся к появлению себя на страницах этой книги. Рассказываются разные, но в том числе, что он был обижен на Лермонтова за то, что он его там так описал. Ещё доктор Аронт тоже считается одним из прототипов. Да, да, да. Аронт, который приехал к Пушкину после дуэли Пушкина с Дантесом, и который приходил к Лермонтову под арест, когда тот находился за смерть поэта, в общем-то, на Кабахте. Ну, а если говорить про какой-то характер Печорина, то, собственно, один из главных прототипов – это Грибоедов. Хотя Грибоедов, ну, да, если как-то особо про него ничего не знать, то он совершенно не представляется человеком, который может быть прототипом Печорина. Ну, а на самом деле, да, у Грибоеда очень такая насыщенная жизнь. И человеком он был далеко не самым кротким, да, там он участвовал в дуэли, например, где стрелялись четверо, то есть сначала, да, обидчика обиженной. Да, есть версия, что его потом опознали исключительно по травме, которым получил, что ему… Да, да, по нему отстрелили мизинец, да. Да, он был послом в Персии, и, собственно, да, в Герое наше время Печорин тоже в Персию уезжает, тоже такой намёк. Ну, и ещё Грибоедов, на самом деле, даже по сравнению с Лермонтовым, в плане обучения какого-то, да, он совершенно гениален, потому что он очень рано получил степень, да, ему не было двадцати. Действительно, вот каких-то таких успехов было очень много, и Печорин тоже персонаж, который, в общем, стремится во всём побеждать, да, он хочет быть победителем, у него такая, да, как будто такой архетип, да, какой-то вот такой герой. Но на самом деле в Герое наше время он не всех побеждает, да, собственно, веру он так и не побеждает. Всегда была загадка, была загадка, почему он тогда за ней ездит, зачем, то есть. Ну, она пишет ему письмо, он её читает, она уже, видимо, в дороге, и он садится на коня и долго-долго скачет, пока этот конь не падает замертво. И мне было непонятно цель этого бега, что он хотел. Вообще, если говорить о мифах конкретно, то основные, они касаются тех сфер жизни, которые нам о Лермонтове неизвестно. И возникли эти пробелы, потому что материалы его биографии стали собираться спустя, наверное, лет 30 после его гибели. Это стали делать несколько биографов, один из самых известных, близковатов. И моменты эти касаются семейной жизни его бабушки-дедушки и матери с отцом. Отношения между родителями Лермонтова – это всегда самое загадочное, потому что эта семейная жизнь была очень недолгой. И у Лермонтова в стихотворениях есть загадочные строчки об этом. Например, он пишет «В слезах угасла мать моя». А про отца он пишет «Ужасная судьба отца и сына жить розной в разлуке и умереть» и пишет «Ты дал мне жизнь, но счастья не дал, ты сам на свете был гоним, ты в людях только зло, изведал, но, понимаем, был одним». Но что нам известно, это то, что они были помолвлены ещё за два года до венчания. И почему за их помолвкой сразу не последовало венчание, сегодня мы не знаем. И мы даже не знаем дату их свадьбы, потому что не сохранились церковные книги. Это порождает тоже массу версий. Да, 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 которые действительно как-то клубятся вокруг этой истории. Ну да, они были разного благосостояния люди. Отец Лермонтова беднее матери. Да, это причина конфликта внутрисемейного. Потом он после венчания приезжает к жене жить. Не забирает её к себе, а приезжает к нему. Потом, после уже появления на свет Михаила Юрьевича, Лермонтова, его мама тяжело заболела. Потом её не стало, ей было меньше 22 лет. И бабушка Лермонтова, Елизавета Алексеевна, уже упомянула на моём рассказе, она, судя по всему, всю жизнь винила зять в такой ранней смерти своей дочери единственной. Мы на самом деле не знаем, какими были отношения. То есть мы знаем, что Юрий Петрович потом не женился повторно. Мы знаем, что у Лермонтова появилось несколько произведений на так называемую автобиографическую тему. Да, например, «Люди из страсти». В общем, что касается родителей Лермонтова, там действительно мало что известно, потому что нет писем, нет дневников толком. Есть два альбома Марьи Михайловны, но они мало что нам рассказывают. Да и сам Лермонтов об этом практически ничего не писал. Да, поэтому мы не можем утверждать и говорить такие громкие, пугающие слова. Миф, который тоже часто как-то всплывает, что якобы Лермонтова убили по приказу Николая Первого, и он расросся, конечно, до каких-то тоже невероятных масштабов. Говорится о том, что там был какой-то снайпер в кустах и тому подобное. Да, разное-разное. Да, это не так совершенно точно. Во-первых, не было никакого противостояния Николая Первого и Лермонтова. Николай Первый читал работы, он читал «Героя нашего времени». Ему очень понравилась часть про Максима Максимовича. А вот дальше он действительно остальным содержанием остался недоволен. Но миф вот появился, потому что ранение, описанное врачом, ранение, которое Лермонтова получила на второй дуэли, оно очень странное. Там описано, что входное отверстие пули под правым ребром и выходное с левого плеча. И если представить себе прямую линию, то это как будто бы такая диагональ. И непонятно, как люди, стоявшие друг напротив друга, могли… Ну, один другого мог выстрелить, и такое ранение… Да, но вскрытия не было. Мы не знаем, как она на самом деле внутри тела прошла. Часто бывали случаи, что пуля расщеплялась на фрагменты металла, и она шла по разным траекториям. Но главное, что, вероятнее всего, Николай Первый не знал, где в тот момент находится Лермонтов, потому что он в Пятигорск приехал по своей воле, скажем так, и даже перед этим взял справку врача о том, что он по состоянию здоровья имеет право на несколько недель лечения, насколько я помню. Ну, я бы даже сказала, что этот миф возник скорее из-за того, что Лермонтову приписывается, и тоже неправильно приписывается, как эта революционная роль, которую… Дружок 16-ти там вот это всё. Ну да, которую он не хотел, и которой он не был близок. У Лермонтова было очень много возможностей подружиться с декабристами, как-то войти в какие-то политические кружки. Это то, что ему совершенно неинтересно, это проходит мимо него. И, на мой взгляд, как раз, да, то есть это получается слияние двух мифов, что как только, да, ему присваивается вот это какое-то, да, революционное… Ну, это потому, что настанет год, России черный год, царе корона упадёт. И все такие, ну, это про революцию, которая будет в 20 веке. Ну, и ещё про, да, строчки из «Смерти поэта», где вы жадны толпой стоящего трона, и, собственно, то, в чём стихотворение обвиняется. Лермонтов был человеком с не самым простым характером. Я думаю, что многие как-то про это слышали и что-то про это знают. Но это информация, которую мы будем как раз подтверждать, потому что, да, действительно очень, вообще много про его характер и про его общение с другими людьми всяких мнений. Они, как и, на самом деле, по многим вопросам с ним связанными, они довольно полярные. То есть кто-то говорит о том, что, да, это был совершенно не самый приятный человек в общении, какие-то нелестные комментарии, да, про его высказывания, про его поведение. Другие говорят о том, что он, наоборот, был очень, да, прямолинеен, правдив. И, да, ну, по сути, это, в общем, две стороны одной медали, что, да, те, кто больше с ним сошёлся, скорее, да, какие-то вот... Ну, об этом вот целая книжка. Да, яркие высказывания. Лермонтов в «Воспоминаниях современников». Да, и там есть описание сцены, когда Лермонтов пришёл отдать деньги, и он пришёл к человеку, который любил комнатные растения. Даже, написано, крепостных к ним и не подпускал. И вот он, зная это, курит в комнате Маисовой пахитоски, тушит их об горшки и закапывает вот остатки этих пахитос внутрь, так что потом этому человеку пришлось себе горшки перебирать, выискивая вот эти остатки, не знаю, как правильно назвать. Или рассказывается, что молодой поэт когда-то ему хотел стихи почитать, и Лермонтов, видимо, действительно не очень жаждал их слушать. Может быть, таких просьб было много. И он согласился только, когда узнал, что у этого поэта есть с собой бочонок солёных огурцов. И он пришёл к нему на следующий день, и пока поэт читал стихи, Лермонтов их ел. И когда стихи закончились, он просто забрал все оставшиеся огурцы, там, по карманам рассовал. И всё, и про стихи, видимо, ничего я не сказал. Ну, это действительно описывает его как человека, может быть, не самого приятного. Или Васильчиков, который был секундантом на второй дуэли, рассказывал, что вот он часто бегал с вилкой, выкрикивая что-то, Иван за эту вилку в самые вкусные куски, часто оставляя нас вовсе без ужина. Вот так вот поступал. Да. Ну, действительно, у него довольно часто меняется круг общения. То есть людей, которые с ним остались на долгие годы, не очень много. Да, и, видимо, да, человек, он был довольно эпатажный, и какие-то вот эти выкрики и фразы, они, да, были очень остроумные, но он совершенно не думал о том, насколько собеседнику будет приятно услышать то или иное замечание, или насколько будет комфортно, да, присутствовать при ситуации, в которой он, да, как-то себя выражает. И также довольно много ситуаций, когда, например, он сразу резко не нравился, а потом с течением времени отношение менялось. Ну, такие ситуации, естественно, да, происходили в одну и в другую сторону. И очень интересная история их взаимоотношений с Белинским, что когда они начали своё знакомство, они сначала разговаривали на очень отвлечённые темы, и каких-то разногласий у них не возникло. А потом, когда зашёл разговор о литературе, они совершенно разругались, и Белинский довольно долго... Он уже хлопнул дверью и сказал, что Лермонтов пошляк, с которым не следует водиться. И когда ему сказали, что вам же нравилась стихотворение «Смерть поэта», Белинский сказал, что одного стихотворения недостаточно, чтобы стать великим поэтом, зато достаточно, чтобы остаться пошляком. Да, но при этом в письме к своему другу уже в 40-м году, если я не ошибаюсь, Да, через три года. Да, Белинский пишет о том, что он никогда не встречал такого целостного и полного человека, как Лермонтов. И он говорит о том, что он испытывает какое-то благоговение, какую-то нервозность, какое-то переживание, когда общается с настолько наполненным человеком. Да, была ещё история про даму, которую он сразу ей, Лермонтов, не понравился. Потому что осматривал её с ног до головы, и это частое описание его поведения. Он вёл себя, как неприлично было вести. Но при этом есть мнение, что в тот момент у всех были какие-то роли свои, маски в свете. Нельзя было прийти на вечер и показать свои истинные чувства и эмоции. Это считалось неприличным. И Лермонтов, естественно, тоже по правилам света у него были свои какие-то условно функции. То, что он защитник Пушкина, это тоже условно его функция в свете. Понятно, что она ему очень подходит, она ему импонирует. Но это тоже его некоторая роль. И есть мнение, что он хотел сменить вот эту маску такого эпатажного молодого человека на такого загадочного мыслителя. Но он просто не успел. И поэтому в воспоминаниях и в памяти многих людей он остался скорее таким сложным человеком, с которым далеко не каждый сможет как-то близко общаться. Не каждый сможет сойтись. Подводя итог, надо сказать, что действительно рассказы о Лермонте очень мозаичны. Я бы так это назвала. Они разные. Они разных периодов его жизни. И иметь целостную картину нам, видимо, никогда не удастся. Поэтому мы стараемся изучать, опровергать или подтверждать то, что на нынешний момент написано и изучено. То, что является подборкой архивных документов, например, в работе Захарова. Или более точечных локальных исследованиях криведов Тархана или Пятигорска.